Вслед за Москвой с незаконно установленными торговыми павильонами начали бороться и в Одинцовском районе. Сразу два таких объекта решили сегодня снести в Ново-Ивановском поселении. Первый – это табачный ларек. Второй – этот магазин, который вы видите за моей спиной. Точнее, то, что от него осталось. Вообще же, несанкционированная торговля часто ведется без документов. Соблюдение элементарных санитарных правил, условий хранения товара. Чтобы обезопасить жителей, власть Одинцовского района и проводят подобные рейды. Все владельцы незаконных построек получили уведомление о демонтаже еще 14 января. Сегодняшнее мероприятие, оно проходит в целом как одно из мероприятий в рамках наведения порядка в сфере благоустройства, в сфере торговой деятельности на территории Одинцовского муниципального района. Дело в том, что с начала года уже демонтировано пять нестационарных торговых объектов, которые незаконно располагались на территории Одинцовского муниципального района. В палатке на улице Агрохимиков возле дома номер два незаконно продавались продукты, качество которых вызывало сомнения у многих жителей. Павильон не значился в схеме расположения нестационарных торговых объектов, договор на его установку и эксплуатацию заключен не был. Такая же ситуация и с торговыми точками на улице Калинина возле дома номер два. Палатка табак в этот же день тоже пошла под снос. На очереди ремонт обуви и пошив одежды. Сейчас они не работают. Жители Новоивановского поселения поддерживают инициативу властей, но просят на месте снесенных ларьков построить дом быта. Чтобы и ножички поточить, и ключики сделать. И вот к мясорубочке надо поточить тоже всегда тупятся быстро ножи. Ну а так вообще мне нравится порядок. Я за. В скором времени все нелегальные торговые ларьки и палатки будут демонтированы. Мероприятия, которые проходят сегодня на территории городского поселения Новоивановского, будут проходить на территории всего Одинцовского муниципального района. Эта работа по демонтажу незаконных нециональных торговых объектов будет вести системно до тех пор, пока на территории Одинцовского муниципального района не будет наведен порядок в данной сфере. Так что предпринимателям остается только одно. Быть законопослушными. Соблюдать правила торговли, иметь договоры о ренде земельных участков. Тогда никаких проблем у них точно не возникнет. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.